Нарочитая двусмысленность сродни ошибкам подмены понятия и подмены тезиса, но в этом случае вместо подмены одного понятия или тезиса другим умышленно используется тезис или понятие, употребляемые в нескольких смыслах одновременно. Так, лидийский царь Крес в VI веке до нашей эры, богатейший из древних правителей, когда собирался на войну с персами, получил от дельфийского оракула пророчество «Галис, перейдя, великое царство разрушишь». Галисом называлась речка, отделявшая Лидию от подконтрольной персом Каппадокии. Почитав прогноз благоприятным, Крес начал поход, ставший началом конца его славного правления. Однако, впоследствии прорицатели Аполлона сочли последовавшие упреки в ложности предсказания необоснованными, ведь Крес и впрямь разрушил великое царство, только не персидское, а свое собственное. Подобная же неоднозначность была, к примеру, заложена в решении Первого Вселенского собора, состоявшегося в Никее в 325 году н.э., тогда под одной и той же формулировкой одно богословское крыло понимало единосущность отца и сына, а в второе – подобосущность отца и сына. В результате мы до сих пор пожинаем плоды этой двусмысленности в виде существования неоарианских религиозных течений. Тем не менее, двусмысленность является вполне приемлемой фигурой речи в случае, когда оба значения являются невзаимоисключающими и могут быть истинными одновременно. Вот уж подлинная головная боль для толкователей Писания и, в частности, для переводчиков. Подобными построениями изобилует Евангелие Атеана, в особенности третья глава, где приводится беседа Иисуса с Никодимом. Читаем. «Иисус сказал в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, или заново, это слово имеет двойное значение, не может увидеть царство Божье». Атеана, третья глава, третий стих. Никодим явно видит в этом утверждении не тот же смысл, что сегодняшний более духовный читатель. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей?» Четвертый стих. Дальше же толкователю или переводчику приходится еще труднее. Иисус говорит, «Не удивляйся тому, что я сказал, тебе должно родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышит, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Как бывает со всяким, рожденным от Духа». Седьмой-восьмой стих. Неожидающий подвох от толкователя фраза «Дух дышит, где хочет», так бывает со всяким рожденным от Духа, приводит в замешательство. И как же бывает с рожденными от Духа? Где хотят дышать, а где не хотят, не дышат. Иисус же проводит аналогию между действием Духа и дуновением ветра. Его также невозможно наблюдать непосредственно, но оно очевидно благодаря производимому результату. Причем на языке оригинала «Дух дышит, и ветер дует» — это одно и то же выражение. Но это проблема для современных переводчиков, живущих в иное время, в иной культуре. Для Иисуса же то недоумение, которое высказывает Никодим, окажется странным. Он говорит «ты, учитель Израиля, и этого не знаешь». Десятый стих. Приведенная им параллель должна была все прояснить, а не запутать. Ведь эта двусмысленность в совокупности с аллюзией на новое рождение под действием воды и духа, дыхания, дуновения, ясно должна указать Никодиму, но на пророчество из 36 и 37 глав книги Даниила. Впрочем, нередко Иисусу приходилось говорить тем, кто знал Писание наизусть. Вы что, никогда разве не читали? При определенных условиях исходным на рассчитывая двусмысленность может восприниматься оппонентами как логическая ошибка, таковой не являюсь. Например, Пилат же написал и надписи, поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Первосвященники же иудейские сказали Пилату «не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат же отвечал «что написал, то написал». Иван Глиотана, 19 глава, 19 и 21-22 стихи. Наместник, которого первосвященники вынудили осудить невиновного, заявляет свое особое мнение в виде столь необычного обвинительного заключения на табличке. Он резервирует второй смысл этой надписи, чтобы защитить себя от обвинений во враждебности кесарю, и в то же время отказывается внести прояснение, в то время как первосвященники считают надпись ошибочной. Впрочем, когда нарочитая двусмысленность очевидна и может выполнять юмористическую роль, эмоционально окрашивая речь, будь то позитивная юмор, ирония или негативный сарказм, это вполне приемлемо. Говорят, что мудрый муж на вопрос жены «тебе больше нравлюсь я или мой борщ?» отвечает «первое». Точно так же он никогда не скажет жене, сделавшей новую прическу «как ты помолодела, выглядишь на все сто». Ну, а я, когда даю свою новую книжку собственным детям, при этом приговариваю «почитай отца своего».